я вас приветствую многоуважаемые подписчики а также гости моего канала а также те кто случайно забрел вы много потеряете если не досмотрите не дослушайте до конца подошли на канал люди которые не бывали совсем видать youtube рекомендовал спасибо ютубу ну и вам спасибо что посмотрели что-то написали пусть даже не лицеприятные извините что не так сказал обсуждений много и срачиков я не допускаю ссылка на мой рутьюб канал там ролик который забодал youtube но на рутубе он стоит смотрите тоже по ссылке и так доцент в гиг леонид васильевич коновалов прошу любить и жаловать вот неправильно вот теперь наш наконец нашел где-то вверх денис закрепляет да и вот как бы пошел фотографирует на мой взгляд история с косыльблатами придуманная конечно были кадры отсняты косыльбатом но большинство кадров вообще сняты другим аппаратом абсолютно для чего понадобилась сказка про косыльблаты чтобы объяснить это я просто проиллюстрирую вот на каком примере а значит так вот у нас есть под потолком некая люстра и я взял с собою две линзочки вот у этих лизочек разный фокусное расстояние то есть например вот я приблизил там на где-то три с половиной сантиметра и вижу что эта линзочка мне дает резко изображение то есть вот ваш круглосветительный прибор вот я приближаю и вот у меня резкости и расстояние от резкого изображения до линзы называются фокусным расстоянием ну правда чтобы мне потом не писали что фокусное расстояние называется расстояние до резкого изображения от линзы при условии когда объект источник света находится в бесконечности Ну, скажем, разница будет маленькая, вот примерно фокусное расстояние. Здесь 3 сантиметра, 3 с половиной. А вот эта вот линза, вот чтобы получить резкое изображение, видите, я должен примерно там на 15 сантиметров отодвинуть от листа бумаги эту линзочку. Так в чем дело? Значит, если у нас, я возьму вот это, видите, я нарисовал как бы маленький формат и большой. Если я вижу, что моя, значит, линза дает изображение такое, что весь источник света входит в кадр, что если я перемещусь сюда, он будет захватывать только маленькую часть, будет как телеобъектив работать. Но если я сфотографирую на маленький формат, маленьким фокусным расстоянием, а большой линзой, ну, другого диаметра, другим фокусным расстоянием, на большой формат, то у меня получится, в принципе, два совершенно одинаковых изображения, которые я, может быть, и даже не смогу отличить. Но на самом деле разница есть. В чем будет заключаться разница? Обычно считается нормой такое фокусное расстояние, которое равно диагонали кадра. То есть, например, вот я беру фотоаппарат «Зенит». Фотоаппарат «Зенит». У него размер кадра 24 на 36 миллиметров. Беру, замеряю диагональ кадра и получаю где-то, ну, я просто знаю, 42 миллиметра. То есть, объектив для «Зенита» 42 миллиметра, и мы видим, что смена там 40 миллиметров. Вот видно, да? 4,40, 4 диафрагмы, 40 – это фокусное расстояние. Если это какой-нибудь «Зенит», то там объектив 50 миллиметров. То есть, у нас обычный нормальный объектив 40 или 50 миллиметров, как диагональ кадра. Это примерно там угол охвата 45 градусов. Если я беру фотоаппарат «Хассельблат», у меня кадр побольше 6 на 6 сантиметров. И если я замеряю диагональ кадра, то у меня получается порядка 8 сантиметров. То есть, 8 сантиметров или 80 миллиметров на этом аппарате будут давать точно такую же картинку, как там, допустим, 40 миллиметров или там 50 на этом аппарате. Поэтому вот есть фотоаппарат «Киев-6С», да, и вы посмотрите там, какое фокусное расстояние здесь вот, 80 миллиметров. То есть, это тоже фотоаппарат широкоплёночный, это мой любимый фотоаппарат, я на нём… То есть, не широкоплёночный, ну, мы называем широкой плёнкой 6 на 6 размер кадра. Я им фотографирую, это мой родной фотоаппарат, много-много лет фотографирую. Вот. И в чём дело? Вот здесь кадр, как вы видите, вот большой кадр, вот 6 сантиметров, 6 на 6, диагональ 8 сантиметров. И если я сфотографирую этим аппаратом на 80 миллиметров, а этим аппаратом там на 40 миллиметров, то я получу, в принципе, одинаковые размеры границы кадра. Но подбог будет заключаться вот в чём. Вот эти линзы, они не меняют фокусное расстояние. Здесь примерно 14 сантиметров, здесь примерно 3,5 сантиметра. А есть объективы, которые могут менять фокусное расстояние. Они называются трансфокаторы или, по-простому, зумы. У каждого, кто приобрёл фотоаппарат, есть зум. Вот это меняет фокусное расстояние от 24 до 105. То есть, внутри объектива хитрые линзы перемещаются. Объектив, естественно, у нас, когда я меняю фокусное расстояние, удлиняется. То есть, фокусное расстояние удлиняется. А чтобы резкость не изменилась, ну и там резкость. Внутри компоненты перемещаются, самоотрицательный компонент перемещается только к этой стороне, только к этой. Это более-менее широкоугольный, это длина фокусной, меняется фокусное расстояние. Давайте посмотрим, что происходит, когда меняется фокусное расстояние. Обычно это сразу видно по глубине резкости. Вот у нас, это я на длинном фокусе, а теперь зумом отъезжаю. Мы видим, что не резкая машина. А по мере отъезда деревья на фоне становятся более резкими. Видны там вот эти дальние деревья. И только лишь вот передняя, вот видите, вот часть скамеечки, она без резкости. То есть, когда у нас маленькое фокусное расстояние, у нас большая глубина резкости. А когда мы фотографируем вот таким аппаратом с большим фокусным расстоянием, у него другая глубина резкости. Вот, например, вот видно, да, вот этот широкий угол, то есть, короткий фокус, это длинный. Фон сзади совершенно размыт. Фон размыт. Это вот кадр, это я там на операторском кране с оператором Мартыновым Олегом, как раз на съемках фильма «Жил отважный капитан». И этот кадр снят вот этим вот пленочным аппаратом 6х6 см Киев-6С. Почему я сразу понимаю, что это средний формат, не узкая пленка? Маленькая глубина резкости. Итак, значит, как можно отличить один формат от другого за счет маленькой глубины резкости? Но, оказывается, есть и вторая вещь. Когда я беру, например, игрушку астронавта и начинаю ее снимать с очень близкого расстояния, например, 44-45 см. При съемке с близкого расстояния глубина резкости тоже маленькая. Поэтому что у нас получается? Вот смотрите. Вот я сфотографировал вот этого астронавта. Вот у него высота примерно там 20 см где-то. 18-20, как считать. Камешки на переднем плане получились без резкости. И фон получился без резкости. Значит, если я снимаю, а вот это у меня, видите, да, фотоаппарат с матрицей 30, как у 35-миллиметровой пленки. То есть точно такой же эффект. Если я беру фотоаппарат на 35 мм и фотографирую куколки, но с близкого расстояния 40-50 см, у меня получается маленькая глубина резкости. Вот беру фотоаппарат, у него матрица, как у 35-миллиметрового, и фотографирую. И вот что в результате получается. Видите, да, на переднем плане не резкость. То есть если не резкость на переднем плане, значит, это может быть или с близкого расстояния снимаю куколку, или бы такой же эффект маленькой глубины резкости получается, когда мы снимаем на формат 6-сантиметровый, типа Хассельблат. Поэтому НАСА именно этим и воспользовалась. Оно в большинстве кадров, агентство НАСА, оно в большинстве кадров, ставило в кадре куколки. Вот примерно такого размера, может быть, чуть-чуть, вот так, может быть, на 5 сантиметров побольше. И фотографировала эти куколки с 50 сантиметров. Получалась маленькая глубина резкости. Вот примерно, как показывают разрушители мифов, вот куколки были вот такого размера. Вот Станислав Соколов, художник, режиссер мультипликатор, показывает. Вот он делал много мультфильмов. Это, в частности, по Гофману, Гофманиада. Делал для Англии по Шекспиру. И вот куколки, вот видите, когда мы фотографируем их с близкого расстояния, получается маленькая глубина резкости. А теперь я смотрю кадры из лунных миссий. В данном случае это черно-белые снимки. То есть негатив, потом она сканирована, инвертирована. И я вижу, что везде на переднем плане или в глубине маленькая глубина резкости. Смотрите. Вот вдали фигурка, а на переднем плане маленькая глубина резкости. И они говорят, это получилось из-за того, что мы снимали хассельблатом. А у хассельблата, вы знаете, они поставили туда битьев 60 миллиметров. 60 миллиметров. То есть 80 это нормальный, 60 широкоугольный. То есть если я поставлю на зенит не 50 миллиметров, а более широкоугольный, допустим, 35 миллиметров. 30-35 миллиметров, то я получу такой же эффект при съемке куколки, как нормального человека при съемке хассельблата. То есть моя мысль. Поскольку они все понимали, что при съемке кукол будет маленькая глубина резкости, они взяли совершенно непригодный для съемок хассельблат. Абсолютно неудобный. Там им неудобно работать, неудобно вставлять кассету. Вот этот шибер, который сложно вытащить. Потом самое главное, даже если мы поставили его сюда, понимаете, в чем дело? Вот я хочу снять кассету. Значит, вот сейчас фотоаппарат работает, да? Чтобы снять кассету, я должен вот в это отверстие, понятно, да? Вот вставить туда вот так, эту заслонку. Как это можно сделать в перчатках, я не представляю. Ну, конечно, они сейчас напишут, что можно было иногда вставлять и без шибера, но у них же написано, удалите заслонку, remove dark slide, прежде чем вставлять. То есть без нее что получалось бы? Кадры бы, вот эти вот кадры, засвечивались бы. То есть какая-то часть кадров сверху, снизу, и вот здесь вот засвечивались бы. Вот. Поэтому у меня идея совершенно очевидна. Вот эти кадры, вот смотрите, берем другие кадры. Как бы стоит человек, там астронавт, и что-то там копается, пытается что-то сделать. Если мы приглядимся, ну, это кукла, стоит неподвижная кукла. Вот берете целую, как бы, кассету, туда может входить там 160 кадров, до 200 кадров, если черно-белая. То практически вот это миссия АЭС-15, Аполлон-15, 85-й, значит, альбом, и там номер 11-437, значит, соответственно, следующий, 36-й, 35-й. И вот эта фигурка стоит абсолютно неподвижно. Ну, можно увидеть, там чуть-чуть, и на кукла. Вот сместил руку. Но что характерное? Вот поскольку куколка стоит, вот, я укрупню сейчас. Сейчас, смотрите, вот я показываю целиком кадр, а теперь показываю укропнение. На переднем плане нерезкость, нерезкость. То есть они пытаются объяснить эту нерезкость крупным форматом. А я говорю, нет, это куколки. Если мы посмотрим, все эти куколки стоят. То есть их прикрепили, и они стоят неподвижно. И фотограф все время делает как? Он все время снимает на Луне панорамы, а куколка где-то стоит вот так, либо иногда вот так чуть наклонят, руку поднимут, вот так чуть-чуть, и все. И у них все вот эти вот снимки, вот, это одни сплошные панорамы. Поэтому, когда в музее стоит вот такое изображение, как бы воспроизведение, макет, это и есть на самом деле реальные съемки. Мы видим, то есть вот так примерно и выглядело куклы. Сзади, вот видите, там на заднем плане нарисованы горы, вот. И эти горы делались точно так же, как обычно в кино. То есть я хочу сказать, все эти лунные миссии сделаны в технологии фильмов 50-х, 60-х годов. Горы на заднем плане делались в виде макетов, вот. И вот это все куклы. И вот это тоже куклы. И они все время стоят, чтобы было ощущение, что все-таки это неподвижно. Они наклоняют иногда так вот, руку куда-нибудь упирают, там в какую-нибудь палочку, там в колесо цепляют. И они стоят в наклонном положении, как будто это реально. Вот видите, на самом деле это маленькая куколка стоит. Если мы посмотрим, вот, например, я могу показать. Это у нас Apollo 15, магазин 85, кассета 85, там 177 снимков. То есть в большой кассете 177 снимков. И если мы приглядимся, все эти снимки, вот, все эти снимки, это куколки. Куколки, вот, давайте я просто быстро, ну, например, где мы тут останавливались. И вот они паноромируют все время, паноромируют влево, вправо. Вот видите, пошла панорама по кругу. И у них все вот эти вот островы-то, видите, они стоят, как окаменевшие. Стоят окаменевшие. Иногда они там пытаются чуть-чуть руку поднять, иногда пускают там несколько пылиночек, песочка как бы. А так все снимки, это почти что всегда, почти исключительно, просто панорама вокруг одного и того же места. То есть выставили макеты, и вот фотограф фотографирует чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик вокруг. Вот, смотрите, видите, вот, раз, два, три снимка, практически, я приглядывался, приглядывался, практически нет движения в этой куколке. Движение кажется из-за того, что мы переместили камеры, и поэтому как бы проекция ее изменилась, и кажется, что он там что-то делает. И вот мы берем, и все-все вот это вот, все это снято на макетах, на макетах. И вот, видите, вот беру, показываю опять панораму, панораму, они все время снимают. Видите, панорама, панорама пошла вправо. Там, и вот как бы засветка, и вот они снимают все время, вот эти все кадры, это вот панорамы. Вот, например, видно здесь, ну я просто совершенно очевидно вижу, что это сидит кукла. Если на этом кадре вы не видите, давайте покажу с другого ракурса. Ну вот, например, я в этом кадре отчетливо вижу, что сидит неподвижная кукла. Это абсолютно, не знаю, как у вас ощущения. И вот снято во время панорамы три кадра. И посмотрите, эта кукла даже не шелохнулась. То есть эта кукла вот примерно вот такого маленького, там примерно 25-30 сантиметров. Что я хочу сказать? Что применение вот этих кукол, маленьких автомобилей, вот этот электромобиль, как бы всегда у нас в кино использовалось в большом количестве. Например, вот известный фильм «Назад в будущее», третья серия. И опасные моменты, там поезд падает в пропасть, сняты на макетах. Вот справа большая крупная машина стоит, а внизу макет, маленькая уменьшенная модель. И вот проезд поезда снимается на макетах. Этот кадр сверху как раз, вот видите, он сверху снимает. Вот насажены маленькие деревья, вот падение поезда, тоже макет происходит на макете. А если хотите, могу запустить даже этот фрагментик, чтобы вы увидели. Здесь вот видны контуры, вот вокруг, видите, контуры, границы маски видны. И вот сейчас будет кадр, вот сверху этот кадр на макете снят. Еще раз сейчас будет макет использован. Вот макет опять. Опять макет. Ну и падение поезда, конечно, тоже. Никто не будет гигантский поезд бросать в обрыв со взрывом. Конечно, это летит макет. Снят на большой скорости, чтобы было ощущение медленного падения. Так вот, американцы использовали абсолютно точно такую же технологию. Макеты используются в кино повсеместно. Вот, например, Андрей Тарковский, режиссер. Это фильм «Жертвоприношение». Тоже работает с макетами. Поэтому самые знаменитые кадры проезда на роверы, вот, эта кукла едет на радиоуправляемой модели. Это вот изображение стабилизировали сейчас. И отчетливо стало видно, что у этой куклы рука не движется. Отчетливо видна граница вот там вот на дальнем плане. Вот здесь, видите, около модуля разделяет верхнюю часть от горизонта вертикальную часть. Там фон нарисованный. И нижнюю часть. И обычно, когда говорят про эти кадры, то многие уже сомневаются в достоверности. Говорят, ну, что это вот, типа, пыль не так летит. Она должна вылетать на два корпуса вдаль туда. То есть вот длина этого электромобиля. И пыль должна лететь на два-три корпуса туда дальше. Сталбы вертикально образуются вот при падении пыли. Не так. Но самое интересное в другом. Вот мы говорили с вами про то, что макеты используются. И маленькая глубина резкости. А здесь все в резкости. Почему? Дело в том, что это производилось на съемку, на кинокамеру. И используется пленка СО-368. Я даже эту пленку съездил, купил. Она еще продается. Это как раз вот пленка 70-х годов. Вот такой раритет. И в чем дело? Когда мы работаем на 16-мм камере, размер кадрика очень маленький. Какой он маленький? 1 см ширину и 7,5 мм высоту. Вот у меня 16-мм пленка. Вот это реально СО-368. Я из этой коробочки достал. Вот так она выглядит. А, значит, кадрики сами. Кадрики где-то у меня тут 16-мм пленка. Вот она с кадриками. И если я возьму диагональ кадра, то она окажется примерно 10 мм сюда, 7,5 мм туда, примерно 12 мм. Поэтому для 16-мм камер есть нормальный объектив от 12 мм. Это считается нормой. Так в чем тут дело? Когда я беру справочник кинооператора, а у них у нас по легенде был объектив 10 мм, и смотрю шкалу глубины резкости для объектива 10 мм на 16-мм кинопленке. Если я поставил на дистанцию наводки 0,75 см, у меня резкость будет от 33 см до бесконечности. Если я поставил на гиперфокальное 0,6 см, еще больше. То есть от 20 см я могу получить и до бесконечности, потому что я снимаю очень маленьким кадриком, очень маленьким форматом и объективом с маленьким фокусным расстоянием. Поэтому здесь все получается в резкости. Если мы посмотрим наш замечательный фильм про высадку на Луну «Космический рейс», это 1935 год, режиссер Журавлев, «Масфильм», то мы увидим следующее, что есть абсолютно точно так же применялось в миссиях НАСА. У них, согласно официальной версии, стояла 16-мм камера вот на ровере, на электромобиле сбоку. И они друг друга, когда ехали на этом ровере, снимали друг друга. Но что мы видим? Они, чтобы доказать, что были на Луне, сняли длинный-длинный проезд на этом электромобиле. Не знаю, сколько там, 5-6 минут. Тоска зеленая, невыносимо смотреть. Ну, ехала кукла среди бутафорских гор. Поэтому весь макет это был по размеру не больше, чем футбольное поле. Просто она петляла-петляла, но, чтобы доказать, что это как бы астронавты, они сделали так. Сначала показали куколку, вот она там, куколка стоит. Потом показали астронавта, а потом опять куклу, и кукла поехала по макетам. Но что мы видим? Сейчас буду показывать этот ролик. Входит кукла, вот я стрелочкой поставил, и эта левая рука 39 секунд висит неподвижно. Вот так ходит кукла, вот так вот ходит, да? Потом входит астронавт, берет вот какое-то устройство, ну, это типа гноман, там шкалка с цветами на подножке. Вот, все пальчики движутся. Потом опять кукла, и она опять без движения. И вот смотрите, что мы здесь видим? Что, когда снимали живого человека, гора сзади здесь, и гора там разные по фактуре. Где-то, по сути дела, снять с одного этого же ровера прямо вот моментально. Вот, то есть это не другой день, не другой час. Я вот взял два кадра, смотрите, здесь вот одна гора, здесь другая. Здесь была соринка в кадре, здесь вот соринка исчезла. То есть это другой день снималось. Вот, и теперь, потом дальше живой человек подходит, как бы садится на ровер, а дальше справа это уже кукла начинает ехать по длинным, длинными проездами по здесь. И вот смотрите, возьму сейчас кусочек, и вот сейчас, значит, это макет. Они, как бы говорят, НАСА говорит, что мы снимаем со скоростью 6 кадров в секунду. Чик, чик, то есть так, чтобы экономить пленку, поэтому все, типа, стоп-кадрами снято, мультипликация. Вот они долго-долго едут по какой-то бесформенной, видите, там пустыне какой-то. Луна должна быть очень темной, она у них слишком светлая, ну, совсем светлая какая-то. Вот. И вот, представляете, вот так вот пять минут подряд мы смотрим, вот кусочек, как бы, спереди там, то ли, вот видите, антенна видна, телекамера, значит. И вот длинные-длинные проезды. Конечно, я вижу, снято методом кино в макете, среди макетов. Потом, значит, как бы этот вот агрегат останавливается. И что интересно, вот здесь иногда в кадре будет входить колесо переднее, вот оно справа, переднее колесо. Но ни разу нигде не видно, что всыпалась пыль. Потому что это снимается по кадрикам. Чик, отсняли кадрик, как мультипликация. Передвинули. Чик, отсняли кадрик, передвинули. Поэтому пыли нету. А перед этим, когда я показывал проезды ровера, и чтобы убедить, значит, зрителей, что это действительно на Луне и живые люди там, сейчас из-за кадра сначала выйдет куколка, у нее будет совершенно деревянная рука, не шевелится. Потом секунд так на 15 заменят на человека. И когда будем снимать, когда они будут снимать человека, реального актера, то камера не может понормировать влево-вправо. Там нет этих гор. Поэтому они выбрали маленький кусочек, камеру чуть-чуть влево-вправо так перемещают. Потом посадили опять куклу, и кукла дальше поехала. Электромобиль остановился. Смотреть на все это невыносимо тяжело, однообразно. Видно, горы совершенно бутафорские. Эта камера качается, это называется отраженное действие. Как бы он слезает один из сторонов с ровера, и он как бы качается, поэтому камера раскачивается. Вот эта ролика идет минут 15, наверное, вот так вот. Вас убедило, что это на Луне? Появляется рука 39 секунд. Сейчас, видите, совершенно не шелохнулась. Но чтобы был хоть какой-то элемент движения, привесили листок бумажки. Видите, вон листок бумажки там. Видно, качается. Ну, то есть это кукла. Причем кукла вот такого размера, где-то там 20-25 сантиметров. Вот. Вот сейчас она секунд 40 ничего не делает. И вдруг заменяют на реального актера. И вы увидите, что фон сзади заменится. Не смогли в точности повторить для одного кадра, для кукольного макета. И для этого не очень точно сделали фон. Вот как бы ходит он туда, пытается там то ли антенну поправить, то ли еще что-то. Вот здесь справа внизу соринку мы видим. Вот внизу соринка там черная. Вы представляете, я вот просмотрел, не знаю сколько часов, но больше 80 часов такого подобного изображения. Невыносимо тяжело все эти видео смотреть. И вот теперь, значит, появляется после склейки человек. Вот. Пылинка вот эта исчезла. Хотя это как бы действие продолжается. И посмотрите, вот это реально человек. Смотрите, и пальчиками двигает там. Видите? И ходит. Видите, у него все шевелится. Вот. Вот он что-то там. И видите, камера может чуть-чуть, вот видите, спанорамировала и все. А дальше нельзя, потому что там дальше задний план не подготовлен. Только сделали маленький кусочек. А дальше опять заменили на куклу. Вот он ходит, ходит, чего-то там делает. А дальше он должен сесть на этот электромобиль и поехать. Но в прошлый раз я показывал, что сесть туда невозможно. Нужно там два помощника как минимум. Поэтому что сделают здесь? А здесь просто склейку сделают. Подошел. Хлоп. Склейка. Хоп. И это уже сидит. Кукла уже едет. Вот он сел на ровер. И вот теперь кукла, видите, едет. Панораму сейчас сделают с куклы на дорогу. Я вижу, что фотоаппарат вот этот бутафорский совсем. И вот теперь делают панораму как бы на дорогу. И теперь долго-долго вот это колесо кусочек. Значит, там телекамер на переднем плане. И вот так вот долго-долго по какому-то белому песку будет ехать. Еще минут пять. Вот как бы они побывали на Луне. Итак, друзья мои, на канале наступают своеобразные серии. Вот в трех частях выступал Александр Иванович Попов. Клуб Ладога сделал с ним это большое интервью. А сейчас наступает эра Коновалова. Сегодня первая часть. Будут еще несколько по понедельникам. Ну и по пятницам, как обычно, тоже будет ролик про Луафасру. А за всем всего доброго и с хорошей песней. Наилучших апрельских пожеланий. Следите, не уходите. Ветер ли старое имя развея? Нет мне дороги в мой брошенный край. Не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня, с края на край. С берега к берегу сот, мили-клоп-мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого. Ветер весенний ночной принесет тебе все от меня. Ты погляди, не осталось ли что-нибудь после меня. В полночь совпенье на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспытни ты, примет ли облик безвестного образа, будто случайного. Ты, примет ли облик безвестного образа, будто случайного. Это не сон, это не сон, это не сон. Это вся правда моя, это истина. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Смерть, побеждающий вечный закон. 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 Продолжение следует...